Всем привет! Меня зовут Маша, добро пожаловать на канал! Как вы уже поняли из названия, сегодня мы будем обращаться к потрясающей семейной саге Хроника Семьи Козалет. Я буквально некоторое время назад закончила читать последнюю книгу под названием «Всё меняется», и то, с какой грустью я расставалась с этим произведением, со всем этим огромным семейством, просто не передать словами. Я решила побыстрее записать свои впечатления, пока они не особо выветрились из моей памяти. Давайте с самого начала определимся, что же такое семейная сага. Хотя я прекрасно понимаю, что вы все это знаете, я просто хочу подвести к тому, кому эта сага точно не подойдет, кому вообще-то этот жанр не очень подойдет. Семейная сага — это некое произведение, которое повествует нам об огромном количестве героев. Это очень глобальное произведение, затрагивающее много локаций, много персонажей, много взаимоотношений, много психологических каких-то аспектов. И если вы человек, которому не очень интересно наблюдать за обыденностью, за жизнью, то вам точно не сюда. Несмотря на то, что я уже не раз отмечала здесь обыденность, повествование все равно завлекает. Хотя очень многие отмечают, что много ты этого не прочитаешь, ты очень быстро насыщаешься, тебе хочется перенестись на что-то другое, перевести свое внимание. Лично для меня прочтение всей этой саги уместилось в один год, даже не в один год, а в пол, наверное, года, потому что я начала читать в сентябре 2020 и закончила в декабре 2020. То есть для меня вся эта семейная сага, она вот в эти шесть месяцев как раз-таки и вместила. Для меня это говорит о том, что все-таки меня повествование, темп повествования, все, что в нем происходило, очень сильно завлекло и не позволило от нее оторваться. И поэтому я так быстро завершила прочтение этой семейной саги. Лично для меня, что было еще интересно в семейной саге, помимо наблюдения за жизнью персонажами, помимо вот этой бытовухи, это как ты Дом-2 смотришь, как строят отношения другие люди, как они живут. Помимо этого, мне было интересно, что я, возможно, смогу какую-то информацию переместить на свою жизнь, перенести, что я, возможно, смогу взять какой-то жизненный опыт из того, что описано в этих книгах. И, в принципе, частично оно так и получилось, потому что некоторые выводы там касательно взаимоотношений персонажей я сделала. И я всегда люблю, когда это присутствует в книгах, когда ты можешь проанализировать чужие отношения, чужое взаимодействие и спроецировать его на свою жизнь и подумать, а может у меня так же, может быть, тогда надо что-то изменить, особенно если поднимается какая-то проблема, конфликт и все прочее. Раз уж я начала говорить о том, что меня очень интересовало в этом произведении, хочется сразу отметить отдельно персонажей. То, насколько они детально прописаны, то, насколько ты в них веришь и веришь им, то, насколько здесь полностью отсутствует черное или белое на 100%, то есть здесь нет деления только на одно или только на другое, здесь куча полутонов. Каждый персонаж представляет из себя какое-то соединение между злом и добром, и мы наблюдаем то, что наблюдаем. У кого-то просто больше преобладает зло, у кого-то добро. Все люди на протяжении книги здесь, они меняются, они приходят к каким-то выводам. Если жизнь их ставит в определенное положение, в определенную ситуацию, они могут меняться под действием этих ситуаций, и мы можем понять, что это реальная жизнь, так происходит на самом деле. Поэтому ты на самом деле веришь этим героям. Вот что в моем случае произошло, я с этими персонажами сроднилась как с собственной семьей, и каждый раз, когда я закрывала каждую из этих книг, у меня было ощущение, как будто бы я расстаюсь со своими либо лучшими друзьями, либо родственниками. Это как ты на каком-нибудь вокзале провожаешь своего друга или любимого человека, или родственника, и понимаешь, что вы либо не увидитесь больше никогда, либо это будет очень-очень нескоро. И та грусть, и то опустошение, которое ты ощущаешь, оно вот примерно для меня было сравнимо с прочтением этой серии. Ну понятно, что если бы это было на самом деле прощание с кем-то из вышеперечисленных, это было бы намного ярче выраженное чувство, но тем не менее. Пока мы не перешли к описанию конкретно персонажей, я хотела бы познакомить вас со всеми ними, потому что они, вот каждый из них, который упомянут здесь, по крайней мере, в первой книге, заслуживает внимания для того, чтобы вы поняли, что за персонажи вас поджидают в этой книге, во всей этой вселенной, и стоит ли вам вообще сюда подступаться. Хочется отдельно сказать спасибо тем людям, которые принимали участие в оформлении данной серии, потому что каждая из этих книг оформлена просто потрясающе. Если в первой книге это еще менее выражено, то в последующих больше. Почему менее? Потому что вот здесь просто какое-то описание, отзывы, а в уже последующих здесь есть генеалогическое древо, которое очень удобно использовать. Но помимо семейства здесь внизу есть еще и обслуживающий персонал, горничные, водитель, кухарка и все прочее. И помимо того, что изображено у нас сзади, здесь есть еще аж два генеалогических древа. Во-первых, вот здесь, на начальной странице. И далее еще здесь. Семья Козалет, ее родственники и домочадцы. То есть здесь, опять же, перечислена прислуга, здесь перечислены какие-то дальние родственники, которые могут не упоминаться, допустим, сзади. То есть по оформлению книги никаких претензий у меня вообще не было. Все книги оформлены просто потрясающе. Но помимо внешнего вида, помимо обложки, софт-тач, отдельно отмечаю, не устаю отмечать генеалогическое древо. Потому что, понятно, персонажей огромное количество, и рано или поздно ты можешь кого-то подзабыть. Особенно детей, потому что их здесь просто миллиард. Здесь есть как бы старики, как сами домочадцы их между собой называют. Это пожилое, самое старшее поколение. И у них есть четыре аж ребенка. Это три мужчины и одна женщина. Все они уже на момент повествования взрослые, но у них у каждого практически есть еще куча детей. И вот на момент начала повествования здесь сейчас посчитаю. Восемь детей только на начало повествования. И это только основное семейство. А тут есть еще второстепенные линии. Поэтому понятно, что во всех этих детях, упомянутых здесь, можно запутаться. И поэтому очень иногда полезно заглянуть в генеалогическое древо для того, чтобы прояснить какую-то информацию для себя. Я по возможности, чтобы не держать все это генеалогическое древо, постараюсь найти где-то картинку и вам здесь вставить. Итак, мы будем начинать наше знакомство с самым старшим поколением. Это Уильям Козалет и Китти Барлу. Уильям Козалет обладатель одной лесоперерабатывающей, по-моему, фирмы, которая занимается добычей, по-моему, дерева и ее последующей продажей. Я уже не очень помню этот факт. Но что-то связано с деревом точно. Они его, по крайней мере, точно 100% продают. И он женат, соответственно, на Китти Барлу. Если коротко описывать этих людей, люди, скорее всего, поженились не из-за любви, а на какой-то другой почве. Возможно, этот брак был выгоден для обеих сторон. И их союз принес какой-то результат, какую-то выгоду. Но, тем не менее, они между собой не очень общаются. Особенно уже под конец своей жизни, в старости, по крайней мере, как они здесь нам изображены. Они находятся в разных углах, можно сказать. У них разные интересы. Она любит копаться в саду. Он любит, чтобы ему читали, либо он сам читал. Он любит слушать радио. Он любит заниматься своим делом. Он очень общительный. В то время как Китти Барлу, она очень тихая. И она не очень любит большие сборища. Несмотря на то, что у них достаточно большое семейство. В общем-то, они живут, можно сказать, под одной крышей. Но отдельно обособлены друг от друга. Они не изменяют друг другу. У них как бы в этом плане все хорошо. Но они достаточно уже и пожилые, чтобы это, в принципе, делать. Китти Барлу очень рассудительная. Она к каждому из своих детей относится очень уважительно. Она может дать какой-то совет. Но при этом мы понимаем, что в воспитании детей вообще в то время редко использовалось тет-а-тет общение. Там дети уже с раннего возраста, я это поняла по сериалу «Аббатство Даунтон», их как бы не особо балуют вниманием. Они живут, можно сказать, обособленно. В большинстве случаев именно с няньками их приносят только, допустим, на кормление. Либо на какой-то час или два в день для того, чтобы родители с ними поигрались. И поэтому мы понимаем, что все эти дети, которые уже на момент повествования взрослые, они росли более-менее обособленно. Уильям и Китти живут в огромном особняке, собственно, в особняке семьи Козалет. Вот что, собственно, пишет нам автор о стариках, о старом поколении. «Казалось, их мало что связывает, если не считать детей и внуков. Их интересы едва ли совпадали. Она любила садоводство, он был страстно увлечен лесом. Она обожала музыку, которая его оставляла совершенно равнодушным. Ему нравились верховая езда и стрельба, посещение клуба, общение с самыми разными людьми. Он любил поесть и выпить, особенно хорошего бургундского и портвейна. У нее не было увлечений за пределами дома. Если не считать ее сада, она почти нигде не бывала, разве что на концертах или уезжала в связи с каким-нибудь сложностями ведения домашнего хозяйства. У нее, кажется, не имелось друзей за пределами родни. Почти всю еду она порицала, как чрезмерно сытную, и не пила. С тех самых пор, как он знал их, у них были отдельные спальни. На первый взгляд их едва ли связывали достаточно тесные или счастливые узы. И вместе с тем, под викторианским покровом скрытности, возведенной почти в ранг секретности, несчастливыми они не были. Между ними не возникало неуютной душной пустоты, в которой на вес повисла бы загадочная натянутость. Повествование здесь у нас как раз начинается с того, что там какое-то событие планируется в этом особняке, и все съезжаются в него. Помимо главных этих членов семьи, Уильяма и Китти, здесь с ними живет Рэйчел, это их дочь. На момент повествования ее тоже уже, по-моему, за 30. Эта девушка, если описывать коротко, очень добрая по своей натуре, и всю свою жизнь она посвящает заботе о своих родителях. То есть даже в тот момент, когда ее родители не испытывали каких-то потребностей в уходе, она все равно оставалась непосредственно с ними. Она отказывала себе в каком-то комфорте, в развлечениях, лишь бы находиться рядом с ними. Естественно, у нее нет никакого супруга, у нее нет воздыхателя, хотя нет, воздыхатель есть, но она его не любит. И мы понимаем, что эта девушка, женщина, вернее, уже очень необычного склада, и, скорее всего, она так останется одинокой. Но как-то будет, потом вы сможете сами узнать. Если говорить еще раз о том моральном росте, и вообще, в принципе, об изменениях героев на протяжении всей этой саги, то сначала я Крэйчел относилась к какому-то ангелу, я думала, вот она, вот она воплощение доброты, любви к ближнему и так далее, и тому подобное. Но потом я поняла, что даже несмотря на то, что она, да, она дарит вот эту заботу, дарит уход другим людям, она делает это во вред себе, но тем не менее. Но других людей она обделяет этим вниманием, потому что она считает, что есть люди, которые заслуживают больше ее внимания и уходят, нежели другие, с которыми она могла бы находиться больше, чем находилась. И я понимаю, что она не такая понимающая, как ее здесь нам представляют изначально. И она сама, наверное, постепенно начинает до этого доходить, начинает это осознавать. Также в этот особняк съезжается Хью, который женат на Сибил Картер. Хью — это человек, который на войне потерял руку, которого, по-моему, мучают постоянные головные боли. В общем, война оставила очень большой след на его жизни, и это проявляется во всей его жизнедеятельности в последующем. Сибил Картер — замечательная женщина на момент повествования, очень добрая, понимающая. И вообще вот брак этих супругов, Хью и Сибил, он представляет из себя что-то, ну, хотелось бы сказать, идеальное, но это на самом деле не так. Если сначала мы читаем, вот как я думала, я читала сначала, думала, боже, это идеальный брак. Там каждый живет друг для друга. То есть Хью делает все для того, чтобы Сибил чувствовал себя комфортно, чтобы жизнь ее складывалась счастливо. И Сибил делает ровно то же самое для него. И несмотря на наличие детей, они находят время для того, чтобы побыть вместе, для того, чтобы где-то развлечься и как-то разнообразить быт, что ли. Но потом мы начинаем осознавать, что эти люди тоже не все так просто, не все так по-хорошему на самом деле есть, как здесь описано. Мы понимаем, что вот эта жертвенность друг к другу, она приводит к определенным последствиям. Ну, например, ситуация. Сибил думает, что Хью хочет на какую-нибудь годовщину свадьбы, предположим, пойти в ресторан. И она не хочет, она хочет остаться дома. Но так как она знает, что он, наверное, хочет, наверное, но она считает, что он 100% хочет. И она говорит, нет, милый, я хочу пойти в ресторан, мы пойдем. А Хью, в свою очередь, тоже не хочет никуда идти. Он хочет остаться дома, но он думает, что Сибил хочет в ресторан. И он тоже говорит, нет, дорогая, все, мы пойдем. И вот они в итоге оба идут туда, куда идти не хотели бы просто из-за того, что они уступают друг другу и не говорят друг другу правды. И тут непонятно, что хуже. Но понятное дело, что когда ситуация доходит до такой крайности, лучше поговорить друг другу правду и честно говорить, что вот я туда не хочу идти, я хочу остаться дома. И это может очень удивить человека противоположного пола, потому что будет говорить о том, что они хотят на самом деле одного и того же, И просто они надумывают ту информацию, которая на самом деле не существует. Это вот, к слову, о той информации, которую я могла бы спроецировать на свою жизнь и поучиться чему-то у главных героев из этой книги. Вот так и случилось, потому что я уже который раз делаю для себя вывод, что надо говорить прямо о каких-то вещах, хоть и не всегда у меня это получается, но я искренне стараюсь. У Хью и Сибилл есть трое детей, Поли, Саймон и Уильям. Про мальчика в первой книге вообще у всех семейств нам говорится как-то больше. Во второй книге уже начинают больше девочки раскрываться, и потом как-то уже все идет сборная солянка, все там перепутывается. Поли очень добрая, чувственная, сентиментальная девочка, которой на момент выставания, не помню, что-то около 10 может быть лет, может быть 8-10, вот так где-то. Она очень волнуется обо всем, просто обо всем. Она очень боится смерти, хотя непонятно откуда у нее такое впечатление сложилось. Она постоянно видит своего папу, у которого нет руки, она понимает, что там слышит какие-то отголоски о том, что возможно будет снова война, и она так за него боится. Она постоянно подходит к нему, она постоянно подходит к маме, спрашивает, вы ведь не умрете, вы ведь меня не оставите. Из-за этого так иногда сложно наблюдать, тяжело в моральном плане, потому что ты понимаешь, что ребенок этот рано или поздно потеряет тех, кого он любит. Это неизбежно, все мы уходим на тот свет. И просто то, какие чувства ей доставляет сама мысль о том, что они рано или поздно уйдут, покинут ее, она просто невыносима. И читать это достаточно сложно в некоторых моментах. Про Саймона и Уильяма говорить особо ничего, наверное, не буду, потому что не особо у меня как-то мальчики отложились в памяти, если честно, кроме некоторых персон. Единственное, что могу сказать, что на момент, когда эти мальчики отправляются в школу, там вообще как было заведено, девочки остаются дома на домашнем обучении, потом выходят в свет. А мальчики отправляются в частные пансионаты, в частные школы для того, чтобы проходить обучение, потом вернуться и посвятить свою жизнь какому-то бизнесу, либо любой сфере, которую они хотели бы выбрать в своей жизни. Так вот, мальчики, большинство из мальчиков не хотят уходить в школу, и большинство из них и взрослые вспоминают уже, допустим, Хью и дальше Эдвард, которого я буду упоминать. Они вспоминают школу как что-то ужасное, как место, из которого им очень хотелось выбраться и как можно скорее. И за этим тоже тяжело наблюдать, когда ты понимаешь, что к ним не прислушаются, их все равно туда отправят, они будут чувствовать себя одинокими. И казалось бы, это именно в тот момент их жизни, когда им больше всего необходимо родительское участие, уважение и понимание, потому что это их становление, это их подростковый возраст, когда формируется их характер. Если их отправить куда-то, возможно, этот характер сломается далеко не в лучшую сторону. Следующая пара, которую мы возьмем на рассмотрение, это Эдвард, который женат на Виоле Рид. Если говорить об Эдварде, вот этот чувак меня очень сильно бесил на протяжении всех вообще книг, хотя казалось бы, я говорила о том, что есть какой-то моральный рост, персонажи меняются, да, в чем-то он, безусловно, изменился. Что-то он понял уже к концу всей этой семейной саги, но в начале и вот на протяжении четырех, наверное, книг, четырех с половиной, возможно, даже, это был просто абсолютно ужасный человек. Почему ужасный? Потому что он абсолютно неисправимый эгоист. Все, о чем он заботится, все, о чем он думает, это он сам исключительно. Он изменяет своей жене и этого не особо боится, не особо стыдится, он своим братьям об этом рассказывает. И, в принципе, очень многие знают о том, что он непостоянен в плане личной жизни и частенько ходит на сторону. Этот человек тратит на своих любовниц огромное количество состояния, потому что, ну, ему кажется, что надо красиво ухаживать, дарить очень богатые какие-то украшения и все прочее. От Виолы, в принципе, что не хватает в их браке, это нормальной половой жизни, так как она не очень этим увлечена, Виола, ей это не очень нравится. То Эдвард, соответственно, уходит на сторону. Виола, если говорить о ней кратко, на момент встречи с Эдвардом она была, по-моему, балериной, танцевала в какой-то очень известной труппе. Так как Эдвард на ней женился, он забрал ее в семейную жизнь, она очень быстро забеременела, у нее появились дети. И, соответственно, вся ее карьера, она полетела в тартарары, о чем она частенько очень жалела. Вообще, если говорить об этой женщине более детально, то у нее все получается. За что бы она ни взялась, будь то творчество или какие-то научные процессы, у нее все получается. И мы понимаем, что эта женщина при наличии желания искреннего, она могла бы свою жизнь посвятить чему-то еще помимо семьи. Но она этого не делает и уделяет все свое время именно ей. У Эдварда и Виолы есть также трое детей, Луиза, Тедди и Лидия. Луиза мне запомнилась больше всего, потому что на протяжении всех этих книг она вызывала во мне, наверное, самые яркие эмоциональные впечатления, как положительные, так и негативные. Тедди и Лидия не особо для меня как-то отметились, поэтому сказать о них мне особо нечего. Если говорить о Луизе, то в большинстве случаев она также эгоистка, она, конечно, красива вся в своего отца, но и по характеру она плюс-минус такая же. Эта девушка, она на момент повествования находится в подростковом возрасте где-то, и она не может определиться со своей жизнью, что же ей делать, чем ей заниматься, чего она на самом деле хочет. Она постоянно воображает, ярко красится, ярко одевается, в общем, ей нравится привлекать к себе внимание. Следующая пара это Руперт, который женат первой на Изабелла Раш. Изабелла Раш умерла в родах, насколько я помню, Невилла, да. И вторая жена это Зои Хэтфорд. Так как Руперт родился позже всех, он не был на войне, поэтому этот хотя бы промежуток не отложил на него какой-то определенный след. Он очень добрый человек, который, в принципе, готов совершать какие-то жертвы ради других. Он очень любил как свою жену Изабелла Раш, так и Зои Хэтфорд. Если говорить коротко о Зои, то на момент начала повествования она очень эгоистична особо. Зои на 12 лет моложе своего мужа, и она всем своим видом это, в принципе, показывает. Да, она безумно красива, у нее потрясающие манеры светские, все там за ней волочатся постоянно. Но ей, в принципе, не нужен никто, кроме мужа, по крайней мере, на начало повествования. И она чувствует себя с ним достаточно комфортно. Единственное, что она его очень ревнует к детям, которые были у Руперта, есть, вернее, у Руперта от первой жены. И она хочет больше его внимания к своей персоне на протяжении его свободного времени. И, конечно же, Руперт из-за этого иногда бесится, потому что ему хочется уделять время своим детям. Но и дети, в виде этого, соответственно, не очень ее жалуют, мягко сказать, и хотели бы от нее избавиться по-хорошему. Но понимают, что ничего особо в этой ситуации уже не сделать. Сама Зои детей не хочет, и она искренне об этом говорит всегда. И Зои это тот человек, который не будет обращать внимания на то, чего хочет ее супруг, а для нее главное то, чего хочет она. Поэтому, когда Руперт говорит о том, что он хотел бы заниматься творчеством попольше, поплотнее, он такой вообще сам по себе творческий человек, то Зои говорит о том, что тогда некому будет ее обеспечивать, а ей нужны красивые шубы, ей нужны отдых в красивых местах, и красивые наряды, и все прочее. И она понимает, что он не сможет тогда обеспечить эту красивую жизнь для нее, если он будет заниматься творчеством. Поэтому он вынужден заниматься также, находиться в семейной компании, которая ему совершенно не нравится, и он хотел бы свою жизнь исключительно творчеству, в принципе, посвятить. Зои это опять же тот персонаж, который меня очень бесил в начале книги, вот прям очень. Но уже где-то с половины я начала относиться к нее по-другому, потому что она раскрылась для меня совершенно в новом свете. Вот хотя бы ради этого персонажа стоит читать эту книгу, вот хотя бы даже первую, потому что мы наблюдаем очень глобальный рост этого персонажа, ну и некоторых других. Будем теперь говорить о детях. Клэри в некоторых моментах тоже очень сентиментальная девочка, так как она была лишена матери, мы понимаем, что это событие наложило отпечаток на ее жизни, на ее судьбе, и на ее взаимоотношениях не только с Зои, но и, в принципе, с окружающими людьми. По внешнему виду она очень неряшлива. Она тот человек, который какую бы одежду ни надела, она будет на ней плохо смотреться, не будет ей идти. Тот человек, который вне зависимости от того, что он ест, всегда ставит, там всегда еда любая, оставит пятна на нем. У нее плохая какая-то прическа некрасивая, у нее лицо не очень интересно, она как серая мышка, и с ней не очень хотят общаться остальные дети, когда они все приезжают в это семейство. И она как бы очень обособленно живет, она постоянно прибегает к своей тетке Рейча для того, чтобы та ее успокоила и дала какие-то ободряющие, наверное, слова, утешения, потому что ей достаточно сложно существовать в этом мире, она еще достаточно молода, и без матери ей, конечно же, сложно жить. И особенно она люто ненавидит Зоуи, потому что та отняла у нее, можно сказать, отца. Она не позволяет ему много времени проводить со своей дочерью, и поэтому, естественно, Клэри, ну, не с самыми добрыми чувствами всегда общается с Зоуи. А Невилл на момент повествования, ну, особо о нем ничего не сказано, если честно. У Невилла есть какие-то приступы, я не помню чего, то ли эпилепсии, то ли, не помню, в общем, какие-то приступы на момент начала повествования, но они у него есть, скорее всего, вызваны именно психологической составляющей. И Зоуи постоянно обижается, когда среди ночи, если у Невилла случается какой-то припадок, Руперт, конечно же, бежит к нему для того, чтобы как-то решить эту ситуацию Зоуи, на него злиться за то, что он бежит, хотя, типа, все должно и так хорошо быть, что ты к нему бежишь, вот мы тут с тобой общаемся, а ты убегаешь куда-то. В общем-то, она ревнует очень его к его детям, и это, конечно же, детям не нравится, как я уже сказала. Здесь, помимо всего этого основного семейства, есть еще второстепенные персонажи, которых я не буду упоминать, это, в принципе, и не имеет смысла. Здесь они представлены вот в виде, вот здесь таблички, здесь еще есть сестра Виолы Джессика, там тоже с ней связана определенная линия повествования на протяжении всех книг. И здесь есть еще Прислуга. Ну вот, в отличие от сериала Аббатства Даунтон, здесь Прислуге уделяется не такое внимание, как это уделяется в сериале, потому что там все поделено 50 на 50%, а здесь, ну, 95 на 5 где-то, то есть мы не очень активно участвуем в жизни Прислуги. Итак, подводя итог всему вышесказанному, стоит ли вам читать все эти произведения или нет? Вот, прежде всего, делайте вывод, исходя из того, нравится ли вам вообще такой жанр, как семейная сага. Если вы никогда не пробовали, конечно же, в такое глобальное произведение вам ввязываться не стоит, потому что это все-таки 5 книг, нет никакого ярко выраженного финала в первой, поэтому не советую сюда ввязываться. Начните с чего-то поменьше, та же самая сага о форсайтах, хотя я ее не читала, но я слышала очень много отзывов и достаточно положительных, потому что эта сага меньше по объему, логично, и вам будет проще определиться, нравится вам этот жанр или нет. Если вы уже знакомы с этим жанром и вам хочется ввязаться во что-то глобальное, вы не боитесь такого количества произведений, такого количества книг, здесь в каждой где-то странице по 500-600, то есть это достаточно объемные произведения, мы можем сделать такой вывод, то, пожалуйста, добро пожаловать. Я думаю, что вам тоже понравятся, как и мне, персонажи, которые здесь представлены. Возможно, вам не захочется читать эти книги подряд, но, в принципе, я их тоже подряд не читала. Я делала какую-то между ними паузу в размере двух или трех книг, и я помнила на протяжении всего прочтения, кто есть кто, и что там плюс-минус происходило между ними. Все эти эмоциональные потрясения, которые я испытала на протяжении вот этого движения, продвижения по этим произведениям, они останутся у меня в памяти очень надолго, и все эти ситуации, которые стали причиной этим эмоциональным потрясениям. Это я очень громко, конечно, говорю, но тем не менее. Ну и однозначно, если вы любите что-то очень динамичное, какой-то экшен, перестрелки, боевик, но все такое, то нет, вам не сюда, и тем более, если вы любите фэнтезийный мир. Здесь самая обыкновенная жизнь, жизнь, в которой представлены все ее плюсы и минусы, жизнь, где открывается война, как такова ее суть, ее воздействие на людей с психологической точки зрения. Мы здесь наблюдаем, как дети реагируют на войну, как взрослые реагируют на войну, как они живут, как они существуют. Вот, кстати, забыла отметить один момент, что меня больше всего поразило в этих книгах. Это когда на момент войны, я не помню, в какой-то книге было, по-моему, во второй, когда началась война, были постоянно в Лондоне сирены, соответственно, которые должны были говорить людям о том, что надо прятаться в убежище. Сначала они это делали, действительно, но потом перестали. То есть они понимали, что мы не видим никаких самолетов, да, мы не видим, что нас бомбят, значит, мы останемся там, где мы были до этого, и мы не будем никуда уходить. И дошло до того, что работало абсолютно все, бары, рестораны, кино, театры, абсолютно все. И даже на момент воздушных тревог люди оставались там. И тут была сцена одна, нет, наверное, все-таки это было во второй книге. Да, это было во второй книге, если я все-таки правильно помню. Там была сцена, когда в ресторане сидело большое количество людей, это ресторан-клуб, и неподалеку, в здании неподалеку обрушилась бомба. И там был такой грохот, стены дрожали и все прочее. Люди остались там, они продолжили танцевать. Некоторые очень впечатлительные особо, конечно, уехали, но все остальные остались там по-прежнему. И веселились, и пили шампанское, и все у них было здорово. То есть люди не воспринимали серьезно все происходящее, и, возможно, они этого и не хотели делать. Вообще, влияние войны на человеческие судьбы и на их восприятие, это отдельная философская тема, на которую можно рассуждать очень-очень много и долго. Но вот здесь то, что мы видим, люди не хотели принимать эту опасность. Она им либо надоела просто по времени, либо они ее не понимали. То есть если ты не видишь летящую бомбу, значит опасности нет. Вот как-то плюс-минус в таком положении они находились. Конечно, есть люди, которые были непосредственно в боевых действиях, и вот они воспринимали все это действие по-другому совсем. Но те люди, которые не были непосредственно вовлечены во все это, например, женщины или какие-то молодые юноши, они это не особо понимали, не особо воспринимали. Хотя, да, это очень тяжелая тема, и говорить на нее однозначно, конечно же, нельзя. В общем, если вы готовы ввязываться во что-то очень большое, глобальное, затрагивающее большое количество локаций и персонажей, то эта семейная сага может вам подойти. Если же вы не знакомы с жанром семейной саги, или не уверены, что вы сможете осилить такое количество произведений, то, возможно, стоит обратить внимание на какие-то менее масштабные произведения. Та же самая сага о форсайтах. Спасибо, что были со мной в этом видео, спасибо, что выслушали меня, надеюсь, что это видео вам понравилось.